На Ураблевке работала поваром и в Поршавеле, и в Италии, и в Испании. Я отсидела 4 года в Иркутской области. Завтрашний день нам никому не обещано, поэтому не нужно бояться. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Онкофакты». Прежде чем начать наш выпуск, хочу попросить вас поддержать наш канал «Онко-ТВ». Для этого нужны ваши лайки, просмотры, комментарии. А сегодняшний выпуск у нас посвящен благотворительности. Что движет людьми, которые испытывают потребность помогать людям, оказавшимся в беде. В принципе, для меня это не загадка, но гостья сегодняшняя наша произвела на меня неизгладимое впечатление. И это впечатление не от того, что она занимается благотворительностью и помогает другим людям. Да, это очень уважительное дело. Но сама судьба человека даже в голове не укладывается, через что пришлось пройти нашей гости. Её жизненный путь настолько сложен, несмотря на все перипетии, которые с ней случились, она нашла в себе силы подняться и помогать другим людям встать на ноги и справиться с жизненными трудностями. Встречайте гость нашей студии Лариса Дегтярёва. Ларис, ты человек какой-то безграничной душевной открытости и доброты. И я знаю, что ты помогаешь большому количеству пациентов. В чём онкопациентов? В чём заключается твоя помощь? Я живу в Москве. У меня двухкомнатная квартира. Пока я там живу одна с собакой и с кошкой. Уже не одна. И у меня есть возможность принять у себя дома кого-то из пациентов. Тех людей, которые приезжают, допустим, в Москву на лечение или на обследование, которым нужно где-то остановиться в Москве бесплатно. Вот и они живут у меня. А с чего всё началось? Вообще как так? Ну, это же не с того, не с чего ты начала. Много лет назад, лет, наверное, 8-9, я вводу в комнатную квартиру, комната свободная. Я думаю, я её поздаю. И дала объявление, а моя квартира находится вот между коширкой Блохина и рядом в 83-й Федеральный научно-клинический центр, куда люди приезжают в основном на лечение или на обследование. И так получилось, что вот все люди, которые ко мне приезжали, в основном, это люди, которые приезжали вот именно вот с этой проблемой. И у меня просто рука не поднималась, деньги с ним брать. И вот это постоянно. И потом это уже вошло в такое, что я просто приняла для себя решение, что я буду помогать этим людям. И на протяжении вот этих лет сколько человек у тебя, онкопациентов останавливалось? Я так считала, где-то 50. Около 50 человек. Ну, это вообще очень благое дело, и не каждый способен на это. Хочется поговорить вообще о предыстории, как ты к этому пришла. И это достаточно долгий путь. И для кого-то, наверное, для наших зрителей будет очень обескураживающим. Я знаю чуть-чуть твою историю, и у меня до конца в голове это всё равно не укладывается. Это как в кино, что такая жизнь может быть. Давай начнём с самого начала, и ты расскажешь свою историю. Выросла я в нормальной, совершенно обычной семье. Папа у меня офицер, мама у меня главный бухгалтер, сама я школу закончила. За двумя четвёрками всего поехала поступать на юрфак, в Иркутском жили было. Ну да я тогда не поступила. Первый год отправили меня немножко поработать, где-то какой-то стаж поиметь. Я устроилась в суд, работала там секретарём судебного заседания. И так получилось, вот в жизни, в моей жизни появился алкоголь. Вот просто, можно сказать, на ровном месте. Но не было никаких потрясений, ничего? Я не скажу, что это вот какое-то там потрясение совсем большое. Нет, наверное, это всё-таки вот, ну, молодость, дурость, так сказать. Или какие-то, я не знаю. Я начала выпивать. Я брала бутылку водки и сама её выпивала за вечер. Одна? Одна, одна, безо всего, да. И спилась я буквально за полтора месяца, потому что на женский алкоголизм, он очень быстро наступает. И мои родители замечательные, они что-то не делали, где-то меня только не возили, где-то только не лечили. И вот в конце концов положили меня в наркологическую больницу и поставили мне под лопатку, это как называется, и спираль, по-моему, я не помню. Торпеды какие-то зашёл. Торпеды, да, да. То есть вот это если ты выпил, ты под действием алкоголя, то человек умирает. И я вот в этой же наркологической больнице, когда мне поставили под лопатку эту штуку, я прямо там же начала употреблять наркотики. Лежали люди, которые лечились от наркомании вместе с наркотиками, и мне предложили. Я ещё спрашивала, там точно нет спирта, потому что мне нельзя, я умру, мне вот нельзя. Мне говорят, нету там спирта, можешь спокойно употреблять. И я начала, да, я вот, ну, понимаете, вот, ну, наркологическая больница, то есть... Положили, полечиться, реабилитировали. Бросила пить, начала колоться. Прямо там же, да, прямо там же. И всё, и вот наркотиков около четырёх лет, и употребляла я наркотики. А родители в это время были у тебя? Это родители в это время. У меня уже в это время была дочь. А откуда дочь появилась? Ну, родила я дочь, выходила замуж ещё вот, ну, до того, как начала я алкоголь употреблять. Но там был разрыв с мужем, но я бы не сказала, что это прям такой совсем большой-большой стресс для меня был. Нет, уже как бы мужа не было, было дочери. Уже дочери было год с небольшим, и я вот начала употреблять алкоголь. Уже дочь была, и меня мама лишила родительских прав, уже кого-то хоть надо было, кого-то спасать, хотя бы её. То есть со мной никто не общался, кроме бабушки моей. И вообще никто. И мне жить негде было. То есть я вообще все вот, ну, в самое-самое дно я на нём побывала. Я знаю, что такое эти притоны, я знаю вообще. Я просто на себе это всё испытала, когда ты в ветровке ходишь зимой, минус 35 градусов. Я воровала себе на наркотики. То есть у меня две судимости по 158-й статье. Первая условно? И условно, да. Вторая мне дали срок. Я отсидела 4 года в Иркутской области. Где минус 60? Усть-Ардынский, да, автономный округ. Это женская колония, где туалеты на улице, и там минус 50 градусов зимой. То есть 4 года я провела в колонии, освободилась в 2002 году. И поехала в реабилитационный центр христианский. Прямо сразу из тюрьмы? Не прямо, из тюрьмы. Я приехала домой, и опять началось употреблять. И каким-то чудом моя мама нашла вот этот реабилитационный центр. Я туда поехала на реабилитацию. То есть вот эти вот 4 года перерыва, они никак не повлияли на тягу? Нет, нет. Зависимость не уходит. Не уходит? Никуда, никуда. Ну, это такие, вы видите, это все духовные такие вещи, которые вот, ну, они могут немножко подождать. Да, они могут немножко подождать, а потом снова силы опять. И долгий процесс был восстановления. Около двух лет я проходила реабилитацию, потому что не просто так. И вот на данный момент, последний раз я когда-либо что-либо вообще употребляла. Это вот немножечко вот 2002 год, чуть-чуть там, ну, основное вот то, что там... 20 лет назад это был последний раз. Да, последний раз, да. 2002 год. И такое ощущение, как будто я никогда в жизни не пила, не курила, не кололась. Как будто это все не со мной было, это мне не принадлежит. Как это может быть? Это, ну, это, вы знаете, это... Я вообще, как верующая, я вот, ну, еще до того, как я... Еще до того, как меня посадили, всегда вот как-то я вот, ну, обращалась к Господу. Может, по-своему, но всегда обращалась к Господу. А когда вот освободилась, вы знаете, когда уже не на кого надеяться... И сама себе не рада. А вы знаете, это ты сам себя за это ненавидишь. То есть ты вот, ты готов это оставить, но ты не можешь, ты привязан. Ты в зависимости, вот, ты реально тебя привязали. Ты бы рад. Ты вот, ну, ты сам себя за это ненавидишь. Ты выпиваешь, ты употребляешь наркотики, ты там сигареты куришь. Ты вот делаешь это и сам себя при этом ненавидишь, но сделать с этим ничего не можешь. Потому что это выше тебя, это духовные вещи. И доктора в наркологической больнице помочь мне не могли. Милиция мне помочь не могла. Колония мне помочь не могла. Никто мне не мог помочь. Вот я как вот была, вот так и осталась со своими проблемами. И я пришла к Господу. Просто по-настоящему. Написано в Писании. Кого Бог освободит, тот истинно свободен будет. Я вот пришла вот так в чисто поле, там центр у нас был, вот за городом. Я вышла, посмотрела в небесы и говорю, Господь, ты видишь, наперёд всю мою жизнь. Я устала так жить. Если у тебя есть шанс для меня, то ты дай мне эту свободу. А если нет, то я, ну, я устала уже так жить. То забери меня. Это был 2002 год. Да. Я нужна Господу, Господь меня оставил. И вот 20 лет. Дал мне полную, полную свободу. Я не просто держусь, как мне бы это не сделать. Как бы мне вот не выпить, не закурить, не уколоться. Оно просто мне не принадлежит. Я полностью свободна. Вот. И сейчас вот большую часть своей жизни, я так понимаю, ты тратишь на благотворительность. То есть ты помогаешь ещё женщинам из колонии. Да, ездим в колонии, общаемся с женщинами, с детьми, общаемся с женщинами, которые говорят, наказание. Некоторые женщины уже просто вот освободились, и кто-то от передозировки умер, кто-то ещё от чего-то. А с ребятишками... Ну, а дети уже выросли, с ними общаемся, поддерживаем отношения. И большая часть, конечно, твоей благотворительности заключается в помощи онкопациентам, которых уже получают за твоими плечами около 50 человек. И это достаточно долго. У тебя не жили какое-то время долго. Кто-то быстро. Кто-то быстро, кто-то не быстро. Да, и у тебя колоссальный опыт общения с онкопациентами. Вообще, как можно, вот за счёт чего, за счёт каких ресурсов выдерживать чужих людей дома постоянно? Как это? Ну, я, может быть, сама по себе такая, что мне как-то я совершенно ничем не брезгую. Ну, не брезгую я, ничем я вот такая и есть. Поэтому мне, ну, конечно, страшно, когда вот ты видишь, там уже рак распадается на человеке. Некрозткани. Некрозткани. И это надо обрабатывать, залазить в эту дырку. И как бы... Ты сама за ними ухаживаешься в этот момент. Ну, да. Перевязки, да, сделать. Обработать, залить, завязать, перевязать. Приходится самой. Плюс ещё моральная поддержка. Плюс моральная поддержка. Конечно, общаемся и молимся. И как-то, как-то, как-то... Я знаю, что у тебя были случаи, когда ты сама... Мы позже скажем, чем ты зарабатываешь на жизнь. Ты сама покупала билеты даже некоторым онкопациентам, чтобы они приехали полечиться на свои деньги. И даже отвозила. Да. Были пациенты. Расскажи поподробнее. Ну, женщина с Иркутска была, с Ангарска. Она приехала своими ногами у Блохина. И Марина. Но у неё уже запущенное было. У неё запущенное было, да. Приехала она своими ногами. И вот пробыла в Москве она два месяца. Вместе жила она в гостинице в Блохина. И вместе жила она у меня. И вот, то есть, ну, то есть, с каждым днём всё хуже и хуже. И она уже ехать сама не могла. Её нужно было везти в Ангарск. А дома у неё муж и двое ребятишек. Клуба инвалидов. И больше никого. То есть, не с кем детей совершенно оставить. До кожи мужа, чтобы она... Ну, он приехал за ней и забрал её домой. Купила билеты до Иркутска. И ей, и себе. И ей, и себе, да. Отвезла её в Иркутск. Прилетели мы до Иркутска. Встретили там знакомые мои. Нас отвергли даром до Ангарска. Приехали мы с ней к ней домой. Пообщались ещё. С мужем её увиделось, познакомилась. Вот в последний раз я её видела. И потом уехала опять в Москву. А были ли какие-то такие прям яркие моменты, хорошие, с позитивными историями, когда вот человек болел, вылечился? Были. Расскажи. Юрий из Оренбурга. Мужчина. У него рак печени был. И как раз он останавливался. Он лечился в 83-й больнице. Она прямо вот у меня через дорогу на Красноярдейской. То есть вот он лечился, лечился. И химии ему там что-то делали. И вот и лекарства ему какие-то все принимала. Один раз он приехал на обследование. А ему сказали, что вот ваша опухоль как-то в капсулу взялась. Какую-то капсулу. Я так и не поняла. Я не знаю, что это такое. Вот и всё. Вот это вот на самом деле. Чудо. Это чудо. Это действительно чудо. Это действительно чудо. Поддерживаешь отношения? И с женой, и с дочерью. С его там уже дочь у него родила уже. Живёт, радуется человек. Я знаю, у тебя ещё одна была история, которая закончилась очень тяжело. Но ты для этой истории, в общем-то, в этой истории заняла не последнее место. Вот про двух сестёр расскажи. Да. Я раньше была в группе на Фейсбуке. И я там написала объявление. Ну, как пост там выставила, если кому-то нужно жильё, пожалуйста, обращайтесь бесплатно. Ну, позвонила мне женщина одна, Светлана, её звали. Она говорит, можно к вам? Я говорю, ну, пожалуйста, приезжайте. Вот её брат мой привёз. Ко мне я её не видела. Я домой пришла и увидела. Она уже вот в термальной стадии. Терминальная, интермальная. Терминальная. Терминальная стадия. И всё. И состояние тяжёлое. Начали мы с ней разговаривать. У меня подружка, она преподает анатомию в университете. Начали с ней разговаривать. И как-то более о душе уже начали разговаривать. И выяснилось, что они с сестрой, с родной, вот лет 15 уже не виделись. Вот как обиделись друг на друга 15 лет назад. Так и вообще больше не встречались. Я говорю, ты хочешь с ней увидеться? Она говорит, хочу. Я говорю, дай номер. Давай позвоним тогда сестре. Она говорит, у меня нет ни номера, ничего. У меня есть только фамилия, имя и отчество. Начали по всем соцсетям. Сестру искать. Искали вот мы её пару дней, сестру. А вот Светлане самой, вот всё хуже и хуже. Всё, у неё непроходимость, всё встало, всё. Вызвала врача, её забрали. Сначала не хотели брать, потом забрали в больницу. Привезли в больницу. Приехали мы к ней в больницу. И вот представляете, вот её на операцию, её должны операцию. То есть в субботу мы к ней приехали. А в воскресенье я операцию назначила, непроходимость, вот оперировать доктор. И женщина мне отвечает в одноклассниках, сестра её отозвалась. Она говорит, да, это я её сестра, а что, что, что? Я говорю, ну вот такая-такая ситуация, приезжайте. Она примчала прямо утром, в воскресенье. Её прооперировали, Светлана, утром в воскресенье. Она приехала, мы приехали в больницу, в седьмой больнице лежали. Её пропустили в реанимацию к ней. В сознании Светлана, они с ней поплакали, примирились. Мы там все рыдали, там вся реанимация плакала. Они с ней примирились, она вышла, её сестра Галина. И Светлана через минут 20-30 ушла к Господу. Вот, понимаете, вот примирённая, успокойная и для сестры, и для неё. А сестра у неё такая тётка боевая. Она её, она неоткуда-то рядом с Московской областью какая-то область. Я уже не знаю, точно, соседняя. То есть ей было дорого в гробу её везти, туда хоронить. Не было денег на гроб. Не было денег, она приехала на своей легковой машине, загрузила её, вот в чём есть, положила её на второе сиденье, на заднее сиденье, увезла к себе. Ну, там всё сделала похороны. До сих пор мы тоже с ней общаемся, с Галиной. До сих пор. Это было, наверное, года 2-3 назад, вот эта ситуация. Я вообще даже представить не могу. Это очень много ситуаций вообще. Вот таких вот столько случаев вообще просто. Много-много случаев таких. Как вообще относишься к раку? Ведь перед глазами достаточно уже большое количество людей прошло. У кого-то хорошая история, у кого-то не очень. Как относишься к этому? К раку? Плохо, конечно, я отношусь к раку. Ну, как воспринимаешь? Ну, воспринимаю я. Знаете, я вот как человек верующий, я понимаю, что завтрашний день нам никому не обещан. Вот на самом деле. Вот сегодня мы сидим, а завтра за нами может прийти Господь. Он в любом случае придёт, мы не знаем, когда. Но за каждым из нас, ну, может завтра, может послезавтра. Но никому не обещан. Поэтому нужно, так сказать, жить и быть готовыми, ну, в любой момент, в любой день. И поэтому вот на эту болезнь я, конечно, молюсь за всех. Вот за всех людей. Мне хочется, чтобы все получили исцеление. И написано вот в Писании, что Бог взял на себя все наши немощи, все наши болезни. Наказание всего мира Он взял на себя, и Его ранами мы исцелены. Вот, ну, я верю в это, как веру в человек, я верю в это и молюсь. И, конечно, когда кто-то уходит к Господу на небеса, то, ну, конечно, очень жалко за всех, плачу. Но я знаю, что мы всё равно встретимся все. Как-то вот, ну, в этом плане мне проще. Мне проще, и я единственное прошу Господь, чтобы не было никаких страхов, никаких болей не было. Ну, никаких не было таких вот у людей. На самом деле, вот, ну, вот с кем я сталкиваюсь, это реально такие вот вещи, когда люди уходят, вот, ну, нету боли, нету каких-то там таких адских болей, никаких переживаний, нету страхов. Как-то вот уходят в какое-то забытие. Ну, из этого забытия уже вот переходят к Господу на небеса. Поэтому... Ларис, вот, занимаясь благотворительностью, ты для себя что черпаешь вот из этой деятельности? Я не знаю её, я просто её должна делать. Ну, почему должна? Почему тысячу людей, которые окружают нас, они не думают? Да, ну, они просто их не видно, всё делают. Видите, как вот, ну, доколе есть время написано, будем делать добро всем. Понимаете, вот, ну, Бог нас учит этому всему. Он говорит, я был болен, и вы пришли ко мне. Идите, наследуйте царство Отца Моего. Это, знаете, это главное поручение Господа, вот, написано в Библии. Идите, научите все народы, крестья их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому хочется, понимаете, вот, ну, душа такая, хочется сделать, ну, чем-то облегчить состояние человека, чем-то помочь. Это прям потребность и тяга, да? Это не то, что там, ну, тяга какая-то. Вот это вот, ну, я, видимо, это призвание моё. Это, видимо, моё призвание. Ты призвание. Если пить до алкоголизма, если... Ну, ну, я такое сотворил. А если уж творить добро, то по максимуму. Да, да, у меня вот духовный наставник мой, она говорит, говорит, вот, ну, есть люди, которых нужно мотивировать, которых нужно, вот, ну, дать задание им, что-то попросить, и нужно как-то смотивировать, попросить, уговорить. Говорит, а ты такая вот, ты такая по себе есть. Я, говорит, говорю что-то, я ещё не договорила. Ты уже включилась, у тебя уже пошла мысль, как это уже всё сделать. Расскажи, расскажи, на что ты живёшь и чем ты зарабатываешь на жизнь. Ну, кто-то мне помогает, допустим, вот, ну, из нашей церкви люди там где-то. Я вообще, я повар. Я очень люблю готовить. Образование у меня особо такого. Я когда школу закончила, я поехала поступать на университет, на верфак. Хотела быть юристом. Но не получилось. На другой стороне посмотрела всю эту юриспруденцию, так сказать, из-за колючей проволоки. А готовить я люблю вот с детства. Это вот те дары и таланты, которые, они непреложные. Вот Господь дал мне это всё и дал эту любовь к этому, и то, что я удовольствие от этого получаю. И я какое-то время работала в церкви поваром. И вот в это время я пошла и закончила курсы. Мне дали трёхмесячные курсы. Мне дали хороший такой разряд – повар-кондитер. Я работала поваром где-то там. И на Урблёвке работала поваром. И в Куршавиле, и в Италии, и в Испании. То есть у меня хороший такой богатый опыт. Я люблю красиво всё это творить и вкусно готовить. И работала у таких высокопоставленных людей, которые тоже помогают даже сейчас. Слушай, а они знают твою историю? Знают. Знают, да? Службу безопасности же проверяют. А вот, представляете, службу безопасности как-то проверяла, и просто Бог закрыл глазами. Три года проработала на Урблёвке. И до этого служба безопасности всё. Ну, не знаю как. Ну, просто нужно было мне там быть. Ну, в общем, в итоге никто не разочарован. Нет, нет, нет. Только слова благодарности. Нет, нет, нет. Поэтому... И у меня вот на данный момент у меня ИП. Я и на доставку работаю, и выезжаю на мероприятие. Кейтеринг, да? Кейтеринг, да. И там, пожалуйста, обращайтесь. Прекрасно. Я думаю, что мы можем разместить твои контакты, если хочешь, в описании под видео. И потом у меня, когда я уже поваром работала, у меня было такое желание пойти какое-то образование получить. Я закончила экстерном год. Я отучилась. Это юрист права социального обеспечения. И потом ещё в Плехановке тоже я переобучалась. И там уже психология социальной работы. То есть вот та профессия, которая нам необходима. В данный момент работа в колониях. Люди, которые алкогольные, наркотической зависимости. Как у тебя обстоят дела сейчас с твоими родными, с дочкой? Прекрасно. Вообще прекрасно. То есть я... Когда я уже пришла в себя, полностью встала на ноги, ей было 12 лет. Дочери. И я её забрала. Она жила там с моими мамой и папой в Бурятии. Я её забрала. Она приехала. И у нас такой разговор был. Я говорю, дочь, ну ты меня прости, пожалуйста. Очень тебя люблю. Я, конечно, очень виновата перед тобой. Ты мне, пожалуйста, прости. Она говорит, ну да не парься. Ну, в общем, отношения вот настолько открытые, понятные, такие вот доверительные во всём, ну, помогать. Внуку моему уже четвёртый год, тучу, у меня замужем. Родители у меня прекрасные с родителями тоже отношения. Сначала, конечно, родители, они вот, ну, так опасливо. То есть для них, ну, столько лет. И как они, кстати, относятся к твоей благотворительной деятельности? Ну, как сказать, ну... Одобряют? Ну, поддерживают? Поддерживают, да. Или говорят Ларису, ну, а ну, что? Ну, и иногда там, как-то, чересчур. Лучше бы ты дома ремонт сделала. То есть, ну, в таком плане. Ну, не знаю, как-то мне вот особо, не особо мне это всё важно. На самом деле важно вот, чтобы вот помочь человеку. Ну, как не помочь? Душа требует добрых дел. Ну, вот как не помочь? Ну, вот женщина приехала, у неё вот всё разваливается. Вот грудь у неё разваливается. Она приехала с Владивостока, и вот, ну, некуда, вот, ну, куда её? А денег нет. У меня там дочка осталась с незнакомыми людьми пять лет. Пять лет ребёнку? Да, пять лет ребёнку, да. И вот мы, конечно же, к себе. И так долго-то всё это затянулось, вот это её обследование, лечение. Всё это. Она месяца два, наверное, у меня жила. Как сейчас? Ушла к Господу. Ушла к Господу. Да. Ушла. Ну... Ну... Это только об одном говорит, что, конечно, рак при раннем диагностировании, конечно. При раннем, да. Да вот все, кто при раннем, все, кто при раннем, вот все живут. Ты через это тоже... Это ты свидетель? Я же вижу это. А когда... Просто у неё такая ситуация была. Она... Ну, вот, ну, не лечилась. Просто не лечилась. Или страх у человека, или что. Не нужно бояться. Не нужно бояться. Вот все, которые вот на ранней стадии, ну, ведь все живы и здоровы. Конечно. Да и на поздней стадии тоже. И четвёртая стадия, это тоже теперь уже не приговор, и люди живут годами. Ну, просто она и сама уже тогда понимала, что вот до такого состояния, там, ну, уже, ну, никак уже. Ко всем врачам, куда только можно, свозили. Где раньше были, где раньше были, где раньше были. Поэтому не нужно бояться. Не нужно бояться. Ну, да. Доктор и молитва делают чудеса. На такой оптимистичной ноте закончим нашу беседу. Я просто восхищена. Ты не надо восхищаться. Ну, я такой человек, я не могу. Просто огромное тебе спасибо. И тысячи слов благодарности, наверное, по ту сторону экрана, наверное, тоже прозвучат. Потому что такие люди делают мир красочнее, ярче. Проще. Помогать, наверное, друг другу. И вера в добро, она поселяется в огромное количество сердец. Да, и вам спасибо, что делать в такой передаче, что люди могут всё это услышать, увидеть. Поддержка для людей колоссальная. Лариса, ну, мы можем продолжить с тобой творить добрые дела вместе. Мы уже говорили об этом. Да, и люди пусть присоединяются, если кто-то хочет помочь как-то чем-то, теми же продуктами, кому-то билеты купить. Пожалуйста, звоните. Звоните, если вы хотите. Вы не можете у себя принять. Вы можете просто купить билеты туда или обратно, на обследование. Вот людям не на что приехать. Вот ей нужно сделать вот КТ, а ей приехать не на что. Ей нужно там таблетки купить. Она вот пашет за тысячу рублей в Симферополе. Да. Поэтому присоединяйтесь. Да, вместе мы сила. Да. Ждём тебя в нашем офисе для того, чтобы обсудить и двинуться вместе рука об руку на помощь тем, кто в этом действительно нуждается. Спасибо тебе большое. И вам спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...